Ну чё, ребят, я думаю, пока есть время, можно перевести трейлер, который показали, типа, не знаю, EGN, но они, в принципе, показали миссию, которую мы уже видели, но я посчитал нужным её перевести, так как в прошлый раз перевод был не совсем точный, это раз, а во-вторых, там не было субтитров, да, я это уже видео промотал чуть-чуть, там не было субтитров, и я некоторые слова не мог, то есть... Ну, понимаете, то есть, я не мог их понять, как они должны быть, и перевести дословно, то есть, как это должно быть, а здесь это гораздо легче сделать, потому что здесь есть субтитры, поэтому давайте, в принципе, ещё разок прометнёмся по этой миссии. В стране Средиземья кольцевые призраки несут страх всем, ну, местным, короче, аборигенам, всякими крутыми штуками, но здесь есть Эльтариэль, которая достаточно сильная, чтобы охотиться на них. Она охотится на тех, кого Таллион мог, в принципе, заклеймить и добавить в свою армию. Ну, если вы хотите увидеть изменения, подписывайтесь на наш канал, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Чистые раны. Они даже никогда не достали свое оружие. Это выглядит как работа Эль Тария. Типа, она их дискриминирует. Смотря на это, они могли бы быть нашими потенциальными последователями. Мы должны найти ее, пока она не убила всех наших потенциальных рекордов. Если она это сделает, то у нас не будет нужды в армии. Если ты ищешь кольцевых призраков... Давайте я их буду просто Назгулами нажимать. Ну, блядь, это же и есть Назгулы, сука. Кто придумал это название, блядь? Если вы ищете Назгулов, вы опоздали. Прежде чем я сразилась с ним, он говорил о оке, который был немного другой, отличался от других. Я такую анимацию лица где-то видел. Я, блядь, такую анимацию лица, я вам отвечаю, я ее где-то видел. Это в какой-то игре, блядь, сука, такое же рыло. По-моему, ебать, вот сейчас что-то вспомнил. Может быть, там, в Дайнлайте, Джейд, вот эта, которая Скорпион, у нее, по-моему, такое же рыло. Блядь, вот прям увидел я ее где-то уже, это просто вот... Короче, здесь черви повсюду. Возможно, они могут рассказать нам, что происходит. Если мы захватим их живыми. Тебе... Ты не решаешь, кому я разрешу жить, Создатель Колец. Вы... Вы оба должны запомнить это. Ладно, ладно, не злий, все хорошо. Меня просто интересует, здесь он вот бегать и вот так вот их захватывать на букву Б. А почему нельзя их было стелсом заклеймить, то есть подбежать тупо в спину? Ну, не знаю. А все потому, что рак. Ну, или скилл недоступен. Назгулы имеют дела с специальным орком. Какие это дела? Они называют его избранным. Я не знаю, для чего его избрали. Я не знаю, для чего его избрали. Твоя борьба закончится. Ну, там, там, в Дали, на заднем плане, Эль Тарель сказала, твой бой окончен. Кого-то убило, короче. Ну, бывает, 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 ребята, бывает. Какая цель избранного? Сохранять Хайдир. Это вот это, если вы не поняли. Вчера я показывал вам эксклюзивный геймплей, на который мне ссылку скинил Киллер. Да, Киллер. Я все-таки нашел его ник. Еще раз тебе спасибо, Киллер. Это тот, который парень с аватаркой волка. В общем, Хайдир, это, короче, видящий камень. На вышке, ну, даже там, где Сауроновский глаз появляется, если мы его призываем. И мы, типа, смотрим по карте. Вот это Хайдир. В общем, его цель это сохранить Хайдир, ну, сделать что-то с видящим камнем. Это все, что я знаю. Мой свет пробьет твою тьму, короче. Это Эльтариэль там где-то сзади опять говорит. Если у нее есть ХП, то ее по-любому можно будет призывать. Блядь, да по-любому последняя ячейка в крепости это... Это какая-то ульта. Или Назглы, или какой-то Суперграугу. Ну, ну, что-то такое, по-любому. Что вам показал Хайдир? Охуенный ракурс. Просто охуенный, блядь. Пиздец. 10 из 10. Камера, блядь, года. Шрикерс? Кто такие Шрикерс? Шрикерс? Шрикерс, блядь. Только Шрикеры знают. Избранные убивают любого, кто подходит ближе. Ну, видимо, к этим башням. Если кто-то подходит близко, он их валит нах. Но кто такие Шрикерс? Шри-Екерс. Ну, правильно. Хуй его знает. Блядь, ну мне не впадло. Давайте я посмотрю в нете, хули. Что такое Шрикерс? Короче, все, что мне выдает гугл, это Шрикерс или Шрайкерс. То есть, перевод так и переводит. Шрикерс и Шрайкерс. О, такое ха-ха. Блядь, ну я думаю, можно, а хули нет. Давайте, давайте, хули. Смотрите, смотрите. Ты такой ха-ха. Шрикерс. Ой, блядь, это пиздец. Это как мягкий знак, мягкий знак. Избранный, откуда он появился? Шрикеры сделали его каким-то родом ритуалом. Все совершенно секретно, я не знаю от где. Больше орков подходят, я разберусь с ними. Так долго, насколько король чародей имеет палантир, любая вышка избранного, ну, любая вышка под управлением, под властью, так сказать, избранного, будет его глазами. Ну да, на каждой же вышке, получается, есть вот это око, ну, типа, возможность призвать око, и типа, он будет палить нас. Тогда мы должны ослепить его. Ритуал, чтобы создать избранного. Где он проводился? Или проводит? Не, проводился. Никто не знает, когда капитана избирают, шрикеры отправляют червя, ну, чтобы сказать ему, куда идти. То есть, капитана. Ну да, умно, умно. Получается, блядь, такая секретность, пиздец, потому что они знают, что Талион может как бы узнать, ну, с помощью кольца и килим Римбора узнать все секреты, короче, армии. Ну, то есть, умножие, я просто видел в каком-то фильме, люди пытались сохранить секреты посредством, ну, это был фантастический фильм, там была какая-то хуйня, типа, люди хранили секреты друг от друга, то есть, им что-то рассказывали и стирали им память. Ну, то есть, не стирали им память, а как бы блокировали, да, то есть, она как бы воспоминание есть, но человек не помнит. То есть, а потом в какой-то момент, когда тебе, ну, нужно кому-то рассказать, то есть, вот так же ты приходишь к какому-то, допустим, капитану, и ты потом сразу, мгновенно вспоминаешь, понял? Ну, а здесь, ну, они поняли эту херню, что Талли, он все равно узнает, потому что, типа, мысли же врать не могут, он все равно допросит и все узнает. И они, короче, решили просто вообще никому не рассказывать, то есть, если ты ничего не знаешь, то ты ничего не расскажешь, это прикольно. Мы должны рассказать Талли, что мы узнали. Это не касается ее, у нас своя миссия, у нее своя. Ее миссия — это разрушение врага, который преследует нас. Чем больше информации мы поделимся, тем лучше. Ну да, тут Талли, он прав. Тут Талли, он прав. Она вроде не выглядит, ну, как бы, злой, но в VGM написано, типа, не доверяйте полностью Эль Тарель. Я не понимаю, к чему это было. Ну, может быть, она, типа, станет злой, или, типа, она увидит... Ну, мы же тоже, как бы, пидоры с кольцом, да? То есть, она же пиздит Назгулов, и если мы станем Назгулами, то она будет пиздить нас. Или мы, типа, сойдем с ума из-за кольца, и, короче, станем такими же ебнутыми, как Саурен, то она тоже нас будет пиздить. Но мне кажется, там какая-то своя сюжетная будет, сюжетный поворот. Но мне кажется, она все-таки нормальная. Ну, блядь, должен быть кто-то хоть нормальный. Даже если она хуевая, ладно, хорошо. Даже если она бомжара с тем негром станут злыми, то вот отелка в крепости Минас и Тиль, то она по-любому выживет и станет, короче... Не станет никем, но она и так капитан. Она, короче, будет нашим союзником. По-любасу, вот. Просто по-любасу. Может быть, кстати, в крепости шестая ячейка, и ты призыв людей, типа, на раш. А вдруг? Ну, может быть. Хуй знает. Ну, он не выполнил. Он чисто по фасту пробежал задания. У него такие клинки классные. Вот эти, ну, знаете, типа эльфийские. Но это даже, по большей части, не мечи, это какие-то кинжалы. Просто она же тёлка, ей же легче так... Хотя, знаете, вот с такого ракурса, в принципе, да, больше похоже на мечи. Ну, такие лёгкие, знаете. У эльфов же они всегда быстрые, чёткие, и, типа, они убивают тёмную магию, охуенно. Что ты узнал от своих, блядь, почтальонов, так сказать? Король-чародей использует Хадир, чтобы отследить кольцо. Они расширяют, так сказать, досягаемость Палантира. То есть, камни вот этого, который был в властелине колец у Сарумана. Через которого он, собственно, и общался с Сауроном. Орки называют избранного охранником, ну, типа их охранником, собственно, вот этих Хадиров. Тогда враг может, 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 может хранить Палантир, но Хайдиры, ну... Хайдиры отдельно неуязвимы. Собственно, собственно. То есть, Палантир можно разрушить, а Хайдиры нет. А что она сказала только, что я проебал? Я чё-то смотрел на Таллиона. Ну, чё-то они такие клёвые, графен подпилили, но... Ну, правда, волосы пиздец, но... И рыло не очень, но... Знаете, бронька, мечи, прикольные-то. То есть... Ну, значит, мы знаем их, типа, дизайн, или как они выглядят. И у Эль Тайли, вы просто посмотрите, какая у неё охуенная броня. Просто пиздец, там даже пёрышки есть. И какой-то камень ещё вот здесь на шее, типа, как амулет. Бля, ну охуенно! Это просто реально охуенно. Интересно, а будет какая-то руна, типа, чтобы сделать нас... Наш меч таким же, как и у Эль Тариэль. Ну, типа... Ну, таким прикольным по скину. Наверное, будет. Ну, может, даже и не будет, то он примерно будет выглядеть так же. Тоже будет каким-то эльфийским, наверное. Броня у неё охуенная! Вообще, и это... Типа, ну теперь мы, короче, решим эту проблему. Ну, и, в общем, завершился квест. Найдите больше приключений на нашем канале, да? Ну, это типа EJN, если что. В общем, вот такой вот, короче, скилл. Ну, реально, вот мне как-то проще с субтитрами. Я просто... Чуть английский у меня чуть-чуть лучше среднего, но прям не такой хак-глевельный, чтобы... Ну, блин, я-то слова понимаю. Я понимаю, с чем я общаюсь человеком, что он примерно от меня хочет. Не примерно, а вообще, что он от меня хочет, но... Вот эти искусные озвучки, когда они говорят очень быстро, и слова у них объединяются в одно, то есть два слова, они так, типа... Hello and by, да? И у них так Hello by. И, как бы, ты... Трудно это всё различить. В общем, такой нюанс похуй вообще. Лучше, конечно, с субтитрами. Вот, короче, этот квест. Не знаю, к чему было написано. Не доверяйте полностью Эльториэль, но, может, она крыс. Это не исключено. Может быть... Ну, не может быть, а 100% мы с вами... Я думаю, где-то в сентябре, блядь. Ну, правда, у кого там учёба, блядь. Ну, похуй. Я выберу какое-то время, ближе к вечеру, так, чтобы не все спали. Соберёмся с вами. Короче, я запущу стрим. Будет какая-то хуйня там на фоне крутиться. А мы с вами об этом и в хуйне вообще поговорим. О сюжете, блядь. Кто кому что нравится. Ну, в общем, такая, типа, сходочка, да? Ну, просто чисто побазарить, ну, пострадать хуйней. В общем, ну, я думаю, анонс на канал сделаю, так что вы не волнуйтесь, когда не пропустите, если что. Ну, если бы хоть кто-то вообще пришёл, я надеюсь. В общем, спасибо за внимание. Будем ждать ещё какой хуйни. Всё, всем удачи. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...